Привет, YouTube! Меня зовут Артём Комаров и здесь, на этом канале, я рассказываю про российский и европейский баскетбол, в том числе про молодых россиян, которые выступают за границей. Недавно в телеграм-канале Перехват вы могли прочитать новость о том, что российский центровой Ярослав Нягу уехал в Австралию и тренируется в Глобальной Академии НБА. Он там первый русский и даже первый европеец. Я связался с самим Ярославом и с его папой, Сергеем Нягу, чтобы узнать, как вообще возник такой вариант и как дела у Ярослава в Канбере. Получилось очень интересно, потому что Академия НБА – это какой-то космический корабль. Сейчас все расскажу. Готовы? Погнали! Ярослав Нягу родился в сентябре 2003 года в Ростове-на-Дону. Его папа раньше занимался плаванием и не просто занимался, а стал мастером спорта по плаванию. А еще дзюдо и не просто занимался, а стал мастером спорта по дзюдо. Внимание, вопрос. На какой вид спорта Сергей Нягу отдал своего сына? Времени на подумать нет. Три, два, один. Да, конечно же, вы правы. На плавание и на дзюдо. Но все изменилось в первом классе, когда Ярослав пошел на баскетбол. Тогда в класс пришел тренер и спросил, кто из ребят хотел бы прийти на первую пробную тренировку. Ярослав пришел домой, рассказал это родителям, и те сказали, ну и тогда он пришел к бабушке с дедушкой и те отвели его на тренировку. Ну, пришел на первую тренировку. Ну, как-то сначала просто занимался. Не думал даже то, что так будет получаться все. Потом в третий класс я переехал в Краснодар и надо было искать там тренера. Ну, и так получилось то, что связались с тренером из «Локомотива», который молодежью занимался. Ну, и так я на листок попал к «Локомотиву». И потом уже, когда вырос 14 лет, когда уже можно было в интернет идти, уже, можно сказать, полностью в систему попал. Мы приехали в Краснодар и он занимался баскетболом, ему получалось, ему нравилось, и плаванием параллельно. Он до седьмого класса занимался плаванием. Мы приехали, начали искать тренера. Нашли несколько тренеров, было далеко ездить. Потом «Спартак» и «Труд» был рядом с нами в Краснодаре. Вот там один тренер, Евгений Владимирович, был. И вот мы попали к нему, и у него занимались, получается, до седьмого класса. Его уже потом заметил «Локомотив» и, соответственно, уже тренера «Локомотива». С детства график Ярослава был расписан буквально по часам. Утром – тренировка, после нее – школа, а после школы – вечерняя тренировка. Потом дом, сон и все по-новой. Я, как профессиональный спортсмен, всю жизнь, не видя его габариты, рост в том возрасте, понимал, что надо заниматься спортом. То есть он параллельно занимался плаванием и баскетболом. И наступил момент, когда я поставил перед выбором, ну и он, в принципе, сам. Я вот буду заниматься баскетболом, я хочу, мне нравится, больше ничем не хочу заниматься. Ну, это вот как раз было там шестой, седьмой класс, примерно в это время, и он решил, что пойдет по этой стезе. Ну, я, в принципе, только за. Ярослав был упорным ребенком. Он постепенно выходил на лидерские роли, а в 2021 году вместе с молодежкой Локомотива отправился на юношескую Евролигу. Смотрелся там неплохо, был одним из лидеров команды и привлек к себе внимание европейских клубов. Как раз в это время Ярослав оканчивал школу и думал, в каком направлении развивать свою карьеру. В России права на него принадлежат Лока, здесь он ограниченно свободный агент. Но ведь можно же уехать из России. У Нягу были предложения от испанских, французских, немецких команд, от участников Евролиги и Еврокубка. Плюс настойчиво звали к себе американские колледжи. С последними было две проблемы. Первая, ни один из колледжей ни в какое сравнение не идет с топовыми европейскими системами подготовки. Вторая, Ярослав не очень хорошо говорил по-английски. В университетах говорили, что это вообще не вопрос, с этим помогут. Но для поступления в колледж нужно было сдать экзамен по английскому. Все серьезно, по видеосвязи. И вот с этим помочь никто не мог. Поэтому предложения от американских колледжей можно было всерьез не рассматривать. Ярослав рассматривал Европу. Пока ему не позвонил его представитель и не рассказал, что есть интерес из Австралии, из Глобальной Академии НБА. Там давно за ним следили, знали его способности и зовут в конверу. Это как спасательный круг вообще был для меня. Потому что сначала мы выбирали Испанию, либо Америка, либо в России оставаться. И как-то, ну, было понятно то, что в Америке я не смогу учиться в университетах, потому что английский я нулевый уровень вообще был. Ну и Европа, в принципе, то же самое, только там еще и контракт на пять лет. Ну и пока мы думали-думали, вот появился вариант Австралии. То есть сюда можно сказать, как в лагерь приехал. Никакого контракта, можешь уйти когда хочешь. И английский я смогу подтянуть, чтобы в дальнейшем либо в Европу, либо в Америку ехать. Ну, то есть, да, получилось так. Это идеальный вариант для меня. Чувства смешанные были, переживания далеко, коронавирус очень далеко. Ну, я вот на сегодняшний день ни о чем не жалею, и прекрасное решение – это огромный опыт для развития и баскетбольного, и как личности, как человека, становления, развития психики его и навыков языка, и колоссальные. Ну, в первую очередь, конечно, баскетбольные навыки, ну и все остальное, как в довесок. То есть это огромный опыт, я считаю. И ни о чем не сожалею, только рад, что так все получилось. Немножко там другой подход в тренировках, все на положительных эмоциях, на поддержке. Другое полушарие, можно сказать. Атмосфера. Ну, тренировки. Нравится, все хорошо. Развивается. Очень, по его словам, хорошие ребята, с кем проходил спарринг, с кем можно было развивать свои навыки игры. Квалифицированные сотрудники. Ну, в общем, уровень. Уровень НБА Академия. Название говорит само за себя. НБА Академия. 5 лет назад. Сегодня функционирует 6 таких центров. Две в Китае и по одному в Мексике, Сенегале, Индии и Австралии. Лига отправляет таким академиям тренеров, скаутов, специалистов по технической подготовке, делятся всевозможными программами и приборами. Словом, содержит свои академии на самом высшем уровне. Официально об этом нигде не сказано, но китайский и индийский центр продвигают вид спорта как таковой. Лига вкладывает в содержание этих академий миллионы долларов, но само присутствие организации на этих национальных рынках приносит еще больше. Реальным же поиском талантов занимаются в академиях, которые располагаются в Латинской Америке и в Африке. На вершине всех этих академий находится австралийская НБА Глобал Академия. Туда отправляются самые талантливые ребята из всех предыдущих академий, а также самые перспективные австралийцы. По идее, туда же должны отправляться и самые многообещающие европейцы. Но с ними все чуть-чуть сложнее. Всех более-менее талантливых ребят из Старого Света тут же расхватывают клубы и сажают их на контракты. Выбор абсолютно понятен. В клубах им платят какие-то деньги, а иногда это даже не какие-то, а вполне себе серьезная зарплата. И для этих ребят нет никакого смысла ехать в далекую Австралию, когда прогрессировать можно и в Европе. Поэтому в Глобал Академии долгое время фокусировались на талантах из Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и других частей света. До Ярослава Нягу там не было не только русских, но и даже европейцев. Тем удивительнее эта история. Ну, когда я приехал, я, наверное, на карантине сидел 15 дней, потому что вообще у них обычно 7 дней сидят. Но потом узнали то, что когда я прилетел в Австралию, рядом со мной сидел человек, у которого корону нашли. И мне еще 7 дней гарантины дали. То есть я 15 дней сначала просто сидел в одной комнате, мне там приносили еду. А, и, кстати, чемодан мой потеряли, пока я летел. То есть я еще и без вещей вообще был. Ну, мне, в принципе, принесли все вещи, экипировку в Академию на второй день. Принесли мне тренажеры, резинки, гантели там. Потом, наверное, когда я вышел с карантина, все ребята разъехались. То есть у них как каникулы были по домам. Кто-то в Америку уехал играть там, университеты смотреть. Ведь остаток декабря я просто тренировался с одним пацаном. Он из Катара приехал. И один тренер. То есть у нас так индивидуальные были тренировки. Там австралийцы потихоньку начали подтягиваться. И нас повезли. Небольшое у нас путешествие было. Ездили на пляже всякие. Нам там показывали места, где австралийские паригены жили. Ну да, интересное такое. Дом сняли, кстати, очень большой. Я вообще не ожидал, что я думал, мы будем жить там в каких-то конурах. Ну и вот после, когда мы вернулись, это поехали. Уже половина пацанов всех вернулись. У нас потихоньку начали тренировки уже. Похожие на основные тренера начали подтягиваться. Тоже потихоньку. Но потом, когда все собрались, для меня это, конечно, неожиданно было. Тут 30 человек на одной тренировке. Я сначала как-то не понимал, как вообще тренерам успевать как-то развивать кого-то. 30 человек. То есть по факту там даже 5 на 5 поиграть это тяжело. Но тут все очень быстро. То есть перерывы нам дают 30 секунд попить воды там бегом-бегом обратно. Все бегом, ходить вообще нельзя. Ну и от этого тоже игра сильно очень отличается от российского баскетбола. То, что тут все очень быстро. Первые тренировки я вообще стоял. Как я сейчас буду так бегать? Да. Да, очень непривычно было. Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом. А как тогда Ярослав общался с партнерами по команде, если он уезжал в Австралию вообще без английского? Ну как? Так же, как вы, когда приходите на рынок в Стамбуле, не зная английского, турецкого и пытаетесь купить рахат лукум со скидкой. Жестами, отдельными фразами и гугл-переводчиком. Отдельные баскетбольные термины он знал. Плюс тренеры ему дали тетрадь, в которую Ярослав записывал какие-то моменты, которые касались лексики на тренировках. Поэтому с тем, чтобы что-то объяснить, особых проблем не возникало. Занятия начались в конце декабря, наверное. Но у меня, наверное, было 2-3 занятия. 2 часа у меня занятия. Так, 2-3 занятия в неделю и одно занятие 2 часа. Сначала, конечно, какие-то занятия особо непонятные. Я больше учился, наверное, от того, что разговаривал с пацанами. Ну, как-то старался там. То есть они там говорят слово и не понимают, что это такое. Перевел. Ну, как-то запомнил больше от этого. Потом ко мне начал приезжать учитель, который знает русский. Сам он из Австралии, но у него жена из Грозного. И вот мы с ним начали учиться. И вот после этого уже прогресс прям был виден. Конечно, не так, как хотелось бы, потому что тренировки, усталость. И это прям усердно заниматься английским. Тоже тяжело. Уже, в принципе, я могу. Я понимаю на тренировках все. Могу донести там как-то, конечно, не идеальным английским. Но донести, что мне надо, что я хочу, я уже могу. У Ярослава сейчас пять занятий в неделю. По два часа каждая. Отдых только в субботу и воскресенье. Учитывая график тренировок, это довольно тяжело. Но Ярослав справляется. Иногда даже, когда я только там начинал учить это все, мне уже просто... Я так устал думать, это каждое слово обдумывать, так что это значит. Я уже просто ходил несколько дней, просто молчал, ничего не говорил, кивал. Уже думал, надо начинать русскому их учить. Академия работает на территории Center of Excellence. Это институт передового опыта при Австралийском институте спорта. Главном спортивном заведении страны. Его выпускниками в разные годы становились Эндрю Богут, Мэттью Делавидова, Джо Инглс, Патти Миллс, Дэвид Андерсон, Райан Брокхов, Джошуа Гидди и почти любой австралийский топовый спортсмен. Так как игроки могут пользоваться всем, что доступно австралийским олимпийцам, большинству профессиональных баскетбольных клубов не только в России, но и вообще даже не снились такие условия. Да, тут очень... Ну, то есть у нас есть бассейны с ледяной, с горячей водой, есть бассейны, как против течения ты ходишь, лиговые дорожки там, еще какие-то штуки, вообще не знаю, что это. Какие-то космические, похоже. Ну, то есть, да, это все в открытом доступе. Бассейн обычный, вот, олимпийский. Тренажерный зал тоже открытый постоянно есть. Ну, то есть все максимально, да, приближен к самым лучшим условиям. Проживание в отдельных коттеджах на территории центра. Вход строго по чипам, по протоколам НБА с учетом ковид-безопасности. Питание адаптировано под игроков, под всевозможные аллергии, непереносимости и так далее. И, опять же, доступ к холодильнику с едой 24 на 7. Вот это мне нравится. Можно мне, пожалуйста, тоже в Академию НБА? Я могу просто постоять у холодильника. В центре делают упор на развитие тела и навыков. На тренировках игроки работают со специальными датчиками сердцебиения, которые отслеживают пульс и остальные показатели. Потом все это суммируется, заносится в специальное приложение, разработанное специально для этих целей. И затем тренеры на основе этих данных разрабатывают для игроков индивидуальные программы подготовки. Выходит, что есть командные тренировки, а есть индивидуальные. И план вот этих индивидуальных тренировок разрабатывается на основе готовности тел спортсменов к определенным нагрузкам. Но, опять же, если кому-то нагрузки кажутся недостаточными, то доступ в зал 24 на 7. За каждым игроком закрепляются специалисты, которые все это отслеживают. А также есть общий куратор, который следит за всеми. Они строят программы по развитию физических навыков, кардионагрузки, прописывают индивидуальные пищевые добавки и разрабатывают диеты. Там ставят технику бега и прыжка, чтобы игроков не в НБА потом переучивать, как одного большого парня из Нового Орлеана, а чтобы туда приехать и сразу все уметь. Кросс-тренинг, чтобы укрепить тело. И занятия на песке, чтобы сделать более прочными связки и суставы. А вдобавок изучение психологии и физиологии, чтобы понимать, как работать с собственным телом. А еще в Академии следят за ментальным здоровьем. На базе есть психолог. И это важно, ведь Австралия это обособленный континент. И дом большинства ребят за океаном. Чтобы помочь им справиться с психологической нагрузкой, есть специально обученные врачи. С игроками беседуют, помогают им и отпускают домой на каникулы. Помимо этого, в Академии есть нетрадиционные для баскетбола вещи. Расскажи об этом кому-то в России засмеют, но там игроки занимаются медитацией и йогой. А иногда перед тренировками они ложатся на коврике, слушают музыку, слушают себя и настраиваются на работу. Ну, наверное, самое главное отличие это то, что тренерам тут не нужны победы. То есть у нас нет такого, что кто-то меньше играет, кто-то больше. То есть если мы едем на игру, у нас там строго две минуты каждый играет. У всех одинаковое время получают. Нету таких, кто сидит, ничего не делает. Это, наверное, самое главное. И разрешают делать, можно сказать, почти все, что ты хочешь. То есть ты там большой, без броска, но если ты бросишь трешку, ты не сядешь на скандинку и не будешь стоить до конца игры. Это, наверное, да, это самое большое отличие от кубов. Никто никому не должен. У членов Академии есть и выходные. В полдень субботы заканчивается тренировка и вплоть до понедельника их стараются не трогать. В субботу утром заканчивается тренировка, наверное, где-то к 12 утра. И потом у нас остаток субботы и воскресенье у нас выходные. Мы можем делать, что хотим. Как-то особо не следят, что мы на выходные делаем. Главное, чтобы не убились, ничего. Люди тут слишком какие-то добрые. Я когда только приехал, я не понимал, блин, они прикалываются надо мной или что. Совсем другое какое-то поведение, отношение у людей. То есть они понимали то, что я не знаю английский. Мне все помогали, вообще абсолютно все. Все постоянно ходят, улыбаются, шутят. То есть даже подозрительно как-то все добрые. Что же до графика игроков Академии по ходу недели, то он очень загружен. Ярослав скинул мне свое расписание. Понедельник – две тренировки и школа. Вторник – то же самое. Среда – тренировка, процедуры и матч. Четверг – две тренировки, школа и качалка. Пятница – тоже. В субботу – тренировка с качалкой. Кажется, что в таком графике даже я за год смогу дорасти ДНБА. Лимита на пребывание в Академии не существует. То есть Ярослав Нягу не подписывал никакой контракт. Он может покинуть этот центр, когда сам посчитает нужным. Как в этом году, так и позже. И сможет выбирать NCAA, Драфт НБА, Европа или даже снова Россия. Пока что самым логичным кажется вариант с американским колледжем, потому что Ярослава звали к себе топовые программы. Но в любом случае, говорить пока что об этом слишком рано. Зато не слишком рано поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы по какой-то неведомой причине до сих пор этого не сделали. Напишите в комментарии, как вам этот ролик и о ком вы хотите увидеть следующее видео. Ну а чтобы быть в курсе всех новостей российского и европейского баскетбола, смотрите ссылки в описании и подписывайтесь на перехват в других соцсетях. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok